Друзья, здравствуйте! Это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, и мы с вами здесь собираемся для того, чтобы разобраться во всем происходящем. У нас очень много событий, у нас очень много мнений, высказываний. Наша задача — проанализировать и понять, почему происходят те или иные события и для кого звучат определенные высказывания. Ну и, конечно же, найти ответ на главный вопрос — как это влияет на нас с вами, на нашу жизнь, на наше будущее. Для этого мы всегда приглашаем гостей, которые нам помогают разбираться, анализировать и правильно расставлять акценты. Андрей Вегеринский сегодня в гостях на Политеке — это политический аналитик. Здравствуйте! Здравствуйте, Анастасия! К этому многообразию всего-всего добавим еще плюс один. Да, такие вот мы информационные гурманы, поэтому будем сейчас с вами пытаться это все как-то правильно на ингредиенты разбить. Значит, последняя информация, ну, вернее, так скажем, информация, которая обсуждается, это то, как сегодня Украина с применением собственного вооружения осуществила атаку. Значит, что примечательно, в Тверской области вероятность детонировали все 60-70 складов. Там хранилось до 30 тысяч боеприпасов, об этом заявил эксперт. Но интересно то, что мы достали этот объект в 600 километрах от Украины. Это достаточно крупный объект, говорит, значит, директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс-экспресс» Сергей Сгуриц. И это важный арсенал, где по разным оценкам хранилось до 30 тысяч разных боеприпасов. Это все происходит на фоне того, как Украина уже который месяц не может выбить разрешение на удары вглубь России западным оружием. Так вот, у меня вопрос. А надо ли нам это разрешение, если мы, в принципе, своим оружием можем наносить удары настолько далеко, что, в принципе, это имеет существенное значение? Это первое. А второе, а в разрешении ли дело тогда? Сколько расстояния? 600 километров. Ну, смотрите, пока вопрос с предоставлением нам подобных типов ракет не стоит, поэтому, в целом, даже если бы разрешение было, мы бы по подобным объектам не попадали. Это раз. Второе. Насколько можно судить из общего потока информации, цели, которые мы бы хотели поражать с помощью ракетных систем, которые предоставляет Запад, это все-таки не склады боеприпасов и не места дислоцирования авиации, которые по авиации Россия переместила, по складам боеприпасов, мы только что с вами проговорили специально второй раз, расстояние 600 километров, да, а это все-таки командные пункты или командные центры, то есть центры, где условно осуществляется оперативное командование и тактическое командование на линии боя. Ну и, соответственно, личный состав, генералитет, старший офицерский состав, который работает непосредственно как руководители и планировщики операций. Вот это было бы нам, конечно, военные цели тоже, но в первую очередь это командные центры. Ну и если мы говорим о командных центрах, то пока летит беспилотник, а летит он часов несколько, мягко говоря, то весь личный состав, скорее всего, покинет. То есть каждый вид оружия имеет свои особенности применения беспилотники. Мы не знаем, собственно говоря, чем была осуществлена эта атака, чтобы продразнить... А вот у меня как раз есть комментарий по этому поводу, потому что появилось вот как раз в аккурат к нашему разговору Осинд Эры сообщают о том, что ударить сегодня по складу БК в Тарапце могла украинская дальнобойная ракета дрон Поляныця. И якобы появилось видео со звуком якобы ее полета. Оказывается, в Поляныце есть особый полянычный звук. Да. И какой-то корреспондент иностранный, я так понимаю, ну, по крайней мере, не славянский, этот звук услышал, находясь примерно где, я думаю, в местах более безопасных. Ну, знаете, а почему не Гром? А почему не переработанные противокорабельные ракеты «Нептун»? Ну, я думаю, что и такие версии должны тоже появиться. Ну, почему? Потому что они имеют право на жизнь. При отсутствии информации, любая информация воспринимается почти как достоверная. Но в целом, с учетом того, что пару недель назад в информационном пространстве звучала тема, которая называлась «Поляныца», которая, скорее, не так, чтобы ракета, а беспилотник ракетного типа, хотя, ну, в принципе, и ракета – это тоже определенный самолет, только без пилотов, ну, в разных процессах эволюции, то вполне закономерно, что кто-то написал первым, и не имея подтвержденной информации, мы, конечно, об этом говорим. Но специфика полета любого вооружения – это дистанция, скорость и, собственно говоря, возможности противодействовать этому типу вооружений. Ну, ТТХ «Поляныцы» официально у нас не объявлялись, но далеко и потужно. А на тему скорости, ну, бог его знает, как она летит. Второе – ну, средства выявления, количество вспомогательных запущенных дронов или беспилотников для того, чтобы перенасытить систему противовоздушной обороны. Ну, это все вопросы, которые, скорее, исследуются на уровне разведок, потому что это операция наших спецслужб, насколько я понимаю, ГУР, СБУ и все остальные. Они работали над тем, чтобы выявить слабые места у противника. Работала, скорее всего, агентура, которая, возможно, предоставляла информацию о пересменках на соответствующих складах или на расчетах, которые обеспечивают противовоздушную оборону. И в этот слабый момент он был использован для нанесения удара. В ракетах своя специфика. То есть, ну, если мы можем беспилотники программировать сами, да, и задавать маршрут каким-то образом ими управлять, в ракетах это должны делать их производители. Ну, там и скорость другая, там боевая часть другая. Поэтому, как бы, я не с точки зрения политической, ну, той, о которой вы говорите, да, ну, то есть и то, в рамках которого находится наше информационное поле, там, последних две недели. Но этот случай, этот случай не является таким, который свидетельствует в пользу версии о том, что необходимо предоставлять. Ну, просто потому, что медийно оно выглядит следующим образом. Вы просите предоставить, а вот вы сами поражаете. Это тем более не на 300 километров, а на 600, и у вас вот чудо-оружие поляныца. Может, и не поляныца, но все равно чудо. И вот это чудо произошло именно вот таким образом. Так зачем рисковать эскалационно возможностью втягивания в конфликт, там, Великобритании и Соединенных Штатов, если вы и так справляетесь? Ну, мы это слышали. То есть, кто-то из официальных лиц, по-моему, Пентагона выходил на пресс-брифинг и говорит, так Украина нормально поражает, как бы, теми средствами, которые у нее есть, беспилотного типа, производства в огромных количествах. Ну, действительно, оно так и есть. Ну, просто, если мы с вами говорим о инфраструктуре, ну, допустим, взлетно-посадочной полосы или мосты, ну, допустим, мосты, хотя мост тоже одной ракетой ты не разрушишь, да, но беспилотник крайне маловероятно, что причинит огромный ущерб взлетно-посадочной полосе. Поэтому, ну, как бы, тут скорее коллега Ивановичу Старику или другим людям, которые вот в специфике боевых частей вооружений относятся. Но с политической точки зрения, вот, в этот случай, как бы, он, ну, позволяет иностранной прессе, неофициальным лицам, да, говорить о том, что Украина вот сама справляется своими средствами. С другой стороны, с политической точки зрения, это демонстрация нашей сильной стороны. Ну, потому что, говорит, вы не предоставляете рассказывать о том, как вы будете сдерживать, ну, вот мы вынуждены, мы вынуждены действовать по ограниченным ресурсам. Поэтому, если вы преследуете цель, ну, допустим, сохранения эскалации под контролем, и, допустим, у вас есть политическая цель вывести конфликт из состояния активной фазы в, допустим, договорную фазу, ну, тогда давайте усиляйте нас больше, или давайте вот мы тут с вами попробуем, ну, потому что подобный удар может быть истолкован Россией, как выполнен с использованием, скажем, иностранных компонентов в этих беспилотниках, американских компонентов, они любят эти. Англосаксонский чип был в нем найден, да, ну, причем этот англосаксонский чип был завернут в визитку Буданова. Ну, где-то вот такие версии, что же могут звучать? Поэтому мы можем продемонстрировать о том, что у вас не получится. Ну, вернее, вы используете средства, которые у вас есть, вы нас пытаетесь сдерживать и контролировать, да, но мы вам продемонстрировали, что мы не являемся полностью подконтрольными. Подконтрольными в том смысле, что вы сказали, то мы сделали. Вот на Курск мы осуществили операцию. Вот разработали ударный беспилотник, который позволяет. Поэтому с точки зрения переговоров Россия тоже должна понимать, что не все вы можете ей прогарантировать с точки зрения контроля за украинскими вооруженными силами, бюджетами и так дальше. Что мы тоже являемся субъектными с точки зрения возможности нанесения ущерба в глубине территории Российской Федерации. Можно и так развернуть эту историю. Но он зависит все от приоритетов. То есть, если вопрос комплексный, в котором Украина хочет охватить в рамках коммуникации со штатами и вопросы их разрешения, и вопросы контроля по нанесению ударов нашими системами, то, грубо говоря, мы должны понимать, что отчасти соглашения, связанные с возможностью подготовки к прекращению боевых действий, будут ограничивать разные типы применения средств. И, допустим, мы говорим о том, что Соединенные Штаты предоставляют нам возможность использовать ракеты Storm Shadow и будут наводить на цели, допустим, после окончания операции в Курске, для контроля территории и нерасширения фронта. Это одна ситуация. Мы, если россияне не бьют по нашим портам, не бьют по нашей энергоинфраструктуре, мы берем на себя обязательство, допустим, такими же ударными поляныцами или чем-то другим, своими средствами, не наносить удары по их объектам. И вот вроде бы тут какой-то элемент сдерживания или пакт, такой негласный, который не зафиксирован на бумаге, не подписан, не скреплен гербовыми печатями, он существует. Пока стороны его соблюдают, до того момента соответствующие удары не используются. Одна сторона нарушает, Россия ударила, мы ответили. Мы ударили, Россия ответила. То есть и вот такое постепенное ограничение в средствах, которые используются во время войны, может быть основой или началом, допустим, полного урегулирования. Но я уточню, что это дистанция по времени, продолжительностью даже не в месяц, а в годы. Потому что в этом контексте, вот в таком контексте мы говорим об аргументе силы, том, о чем Владимир Александрович у нас рассказывал на пресс-конференции, что когда аргумент силы — это не в смысле мы их всех задавим, а осознание противником того, что определенные неудобства могут быть причинены даже ограниченными средствами своего противника, который является для Российской Федерации Украины, которую она пыталась бы и хотела бы подавить. Определенные неудобства создаются и для гражданских лиц. То есть те видео, которые сейчас распространяются с населенного пункта, ближайшего к этому складу, демонстрируют пустые улицы, разбитые окна, разбитые витрины. Для нас это все не в новинку, но для населенного пункта на расстоянии 600 км от границы с Украиной немного новинка. Дальше Бог его знает, но всякое бывает. Что-то подлетит еще дальше, километров еще плюс 200, будет еще новинка. Я не знаю, где там Барвиха, есть там склады или нет. Я должен в этом ключе продемонстрировать взаимосвязь между словами Владимира Александровича и непосредственным событием. На это событие можно обращать внимание с точки зрения России, а можно не обращать, в зависимости от того, что поражается. Если объект, который был поражен, не является критически важным, то в принципе они не рассматривают это как аргумент силы. Если это ключевой объект, либо важный объект, либо тот объект, который заставляет замыслиться, они будут рассматривать его с позиции силы. А рефлексировать на это можно тоже по-разному. Можно нанести, допустим, ответный удар по выявленным объектам, местам и центрам производства соответствующих вооружений и тогда вывести из боеготовного состояния соответствующий компонент силы у противника. Можно причинить асимметрический удар. Не только там не по электрике, а по газу или, допустим, осуществить кибератаку на цифровую инфраструктуру. То есть так или иначе мы находимся в эскалационной спирали, которая ведет к определенному пику, а потом на этом пике, возможно, стороны будут учитывать вот эти возможности, которые образовались в разных, ну скажем, в одного и в другого. То же самое и море касается. То есть катера беспилотные, маленькие, большие, нет у нас, скажем, кроветов в достаточном количестве, нет как бы ракетных кораблей, ну да, ну нет, но, скажем, вот этот москитный флот с точки зрения защиты или нанесения ущерба, он имеет свое воздействие. Он не позволяет осуществлять там морские операции, да, или переброску, или пуск ракеты крылатой, там, калибра, да, ну или аналога калибра. Не, не позволяет. Но создает те неудобства, при которых там потопленный катером за несколько сотен тысяч, ну, крейсер или корабль, да, стоящий миллион и производство которого занимает там несколько лет, вместе с БК и обученным персоналом, это слишком большая цена для того, чтобы рисковать выходить там для пуска ракеты в Черное море и становиться там под Одессой. Ну я тоже унифицирован об этом говорю. В этом балансе где-то, где-то встретятся, вот, и где-то посередине сойдутся. Потому что, ну, в противном случае, если не встречаться и не сходиться в каком-то нейтралитете, то это тотальная эскалация без учета, ну, может быть, тотальная эскалация без учета рисков и без просчета цены. Ну, то есть плевать, сколько потратим, плевать, к чему это приведет, к гражданским жертвам. Неконтролируемое использование, ну, допустим, или использование неточных боеприпасов, в том числе с человеческими жертвами, ну, как бы плохая тоже тенденция. Ну, она не приведет к военному успеху, она приведет просто к большей трагичности, ну, самих событий. Да, и большей эскалации, это точно. Давайте тогда в контексте мира, а, возможно, и мира поговорим. Газета «Ламонт» пишет о том, что ключевой план, ключевой пункт плана победы Зеленского это приглашение Украины в НАТО, пока Байден не покинул Белый дом. Значит, обозреватель издания предположила, что украинскому президенту дало надежду заявление о том, что американский лидер хочет в течение оставшегося времени поставить Украину в лучшее для победы положение. План победы президента Украины Владимира Зеленского предусматривает, что американский лидер Джо Байден еще до того, как покинет Белый дом, пригласит наше государство в НАТО с условием, что вступление состоится после окончания войны. В материале «Ламонт» также сказано, что Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали какие-либо принудительные решения, из-за чего и разработал собственный мирный план, который собирается представить не только Байдену, но и Конгрессу, и кандидатам на пост президента Соединенных Штатов Америки от республиканцев Дональду Трампу и от демократов Камали Харрис. Однако СМИ подчеркивают, что Байден, будучи человеком времен Холодной войны, уверен, что вступление Украины в Альянс приведет к Третьей мировой войне. Поэтому он придерживается мнения, что нашему государству нужно помогать умеренно, избегая эскалации. При этом всем уже появились заявления о том, что, собственно, то, что нам не разрешат, и был на самом деле план, чтобы потом сказать, ну видите, мы пытались, но союзники такие вот плохие нам разрешения не дали, в НАТО не взяли, ну все, придется идти на компромиссы. Как вы считаете, какой из этих планов действительно существует и к чему нам готовиться? Потому что мы все время слышим план Зеленского, мы слышим, что он его презентует в США, а нам кто-то расскажет вообще, вот каков план, к чему нам готовиться? Нет, не расскажешь. В принципе, я так и думала, но решила у вас все-таки уточнить. Нет, а что у вас другие ожидания, кроме мирного плана, который закончится выведением войск Российской Федерации с территории Украины, посадкой в тюрьму Путина, компенсацией в виде конфискованных российских активов, репараций, которые Россия будет еще в течение 10 лет выплачивать после этого. Ну, разве у нас есть основания полагать, что возникли какие-то в обществе другие ожидания? Нет. Нет. Ну, так, значит, нам уже все рассказали, Анастасия. Вы знаете, я с грустью читал эту публикацию. Это, ну, с одной стороны, с грустью, с другой стороны, конечно, с гордостью. Просто интеллектуальный прорыв осуществили граждане прекрасной Французской республики. Байден пригласит Зеленского. Ну, это просто по тезисам. Я уже не знаю, как по-другому объяснять эту ситуацию. НАТО. Это пункт плана Зеленского мирного? Нет. Это интерпретация пункта плана Зеленского французским изданием, так как они, знаете, я так вижу. Я так творю и все остальное. Владимир Александрович в части этих пунктов высказал, что геополитическая роль Украины. Ну, если мы говорим о геополитической роли, то, конечно, безопасность. Соответственно, если мы говорим о безопасности, то мы подразумеваем, как страна огромная и страна решительно, благодаря Петру Алексеевичу, внесшая в Конституцию соответствующее положение, для себя, с точки зрения безопасности, одну роль члена Северно-Атлантического альянса. Соответственно, тут как бы альтернатив быть не может. Но есть другая сторона. Тот, который начал войну с Украиной, считает для себя целью, единственной, от которой он не откажется, это не допустить распространения НАТО на территорию Украины. И за нее он будет воевать дольше, бесстрашнее, кровожаднее, нежели за любые территории, которые он считает, что может присоединить к своей стране. Почему? Потому что вся международная роль и статус Российской Федерации в этой войне брошена во имя одного задания. Продемонстрировать, что с ее интересами необходимо считаться. Каким образом это осуществляется? К сожалению, в конечной инстанции продвижение Северно-Атлантического альянса на территорию Восточной Европы, где перед Россией крайняя страна – это Украина. И в этом случае, если ты уже бросил вызов гегемону, империалисту, Соединенным Штатам, с которыми ты то воюешь, то планируешь воевать, если они вдруг разрешение на оружие предоставят, это не совсем последовательная логика. С одной стороны, для русских мы с НАТО воюем, со слов Путина, сам Путин воюет, а с другой стороны, если ракеты дадут и наводить будут, то тогда точно воюем. А до этого вы с кем воевали? Ну, никто не будет с Кобеевой последовательности фактчекинг Путина проводить не будет, а если не будет, то НАТО и Соловьев тем более. И в этом случае для них цель – остановить продвижение НАТО и часть военной инфраструктуры НАТО из тех стран, которые присоединились во время трех волн, передвинуть ближе к Средине или Центральной Европе. Это те цели, которые не преследуют. Плюс учет их интереса с точки зрения принципа неделимости безопасности, где ты не можешь укреплять безопасность свою за счет безопасности другого субъекта. Возврат к принципам Устава ООН, при котором вето постоянных членов является вето абсолютным, и ни одна страна не может преодолевать его в силу односторонних действий, какая бы великая демократическая она ни была по своему существу. И вот выходит Лимонт и говорит, несмотря на это все, три года войны, истощение страны, 30% населения минус, согласно Wall Street Journal, перспективы восстановления населения тоже туманны, финансирование наших союзников тоже туманное, оружие как бы у них тоже заканчивается, деньги у них тоже заканчиваются, политической стабильности нет, и в целом позиции, связанные с умиротворением или прекращением войны звучат на всех континентах, в том числе и от наших партнеров и союзников. И на этом все, Байден, будучи мощным, в целом решительным, принципиальным политиком, это с одной стороны, а с другой стороны он продукт холодной войны, цитирую Лимонт, который мыслит категориями Третьей мировой, берет и говорит, слушай, Владимир Александрович, мне тут осталось два месяца досидеть. Ну, после ноября, когда выборы пройдут. Давай я тебя приглашу в НАТО. Владимир Александрович говорит, слушай, прикольно, давай, пригласи меня в НАТО. И вот все, вроде бы уже Третья мировая близко, потому что НАТО должно защищать страну, но не сможет оставить без внимания ситуацию с войной, которая продолжается на территории Украины. Байден плюет как бы на принципы демократической партии и цели в войне, которые прописаны у них, не допустить столкновения с Россией. Говорит, гулять так гулять, сгори в сарай, горы и хата. Я все равно на пляже посыдю, мне, бог его знает, скільки бог відвив. Говорит, давай, Владимир Александрович, приезжай к нам в НАТО. Вот, бери Кулебу, ну или кто будет после Кулеба. Семье. Есть, ну да, и там место же для вас есть за столом, вы же чувствуете себя уже как в семье. Ну и мы все окрылены. Это никак не меняет бюджет, это никак не меняет, собственно говоря, наличие или отсутствие военнослужащих американских и стран НАТО на территории Украины. Но мы считаем, что решительная символическая победа состоялась, потому что приглашение было. И все было бы примерно так, если бы НАТО не был органом, которым решения принимаются коллективно. И несмотря на то, что там в Вашингтонском саммите написано, что мы видим, что будущее Украины в НАТО, там следующим пунктом написано, что когда будут созданы соответствующие условия, и будет что, согласно уставу НАТО, консенсус всех стран. Все, вопрос закрыт. Поэтому приглашение мужчины, которые являются уже, мягко говоря, президентом, близким к отставке, не влечет за собой создание обязательств для других стран участия. И Венгрия тут не самая большая проблема. Первую скрипку среди тех, кто будет против, будут играть страны Европы, в первую очередь Германия и Франция. Потому что первые риски, связанные с войной, коллективной безопасностью и так дальше, будут возлагаться на них, на их экономику, на их военные подразделения, на их промышленные предприятия, в случае, если конфликт состоится. Потому что Штаты пока соберутся, пока перебросят, потом всегда останется маневр связан. Это мы вообще на другом континенте. Не успели. Разберитесь, пожалуйста. Ну, все-таки же ваша континентальная война. Мы все помним, как они включались в Первую и Вторую мировую. Помним. Поэтому, вот, даже я не считаю рациональным обсуждение подобного характера пунктов, потому что оно противоречит и стратегии Соединенным Штатам, и внутриполитическим процедурам, тенденциям. Ну, допустим, выигрывает Трамп. Ну, не успевает Украина стать членом НАТО вот между вторым туром, ну, вернее, между первым туром выборов Соединенных Штатов, да, ну, второго там не будет. Вот между ноябрем и январем, когда инаугурация проходит, грубо говоря, остается два месяца. Ну, не успели все страны проголосовать. Да НАТО не успело собраться. И становится, там, президентом Трамп. У него в пункте программы республиканской партии не допустить Третью мировую. Да. И он, кстати, говорит постоянно о Третьей мировой, если, там, дать Украине разрешение и все остальное. Джей Ди Вэнс говорит нейтральный статус. Интервью. И вот откуда журналист, журналистка, ну, скажем, сотрудник Ле Монде мыслит такими категориями, ну, типа НАТО, не НАТО, я не понимаю. Они не соответствуют обстоятельствам действительности. А если они не соответствуют обстоятельствам действительности, то нехрен их пихать, как какой-то пункт плана, от которого мы ожидаем воплощения в жизнь, потому что сами процедуры воплощения его в жизнь не могут быть реализованы. Зачем это? Я уверен в том, что в нашем офисе президента люди достаточно осведомлены о положениях устава Вашингтонского договора, в котором написано, страна, которая разделяет демократические ценности при наличии согласия всех членов Альянса, может стать его членом. А приглашение, это как игра, знаете, вы стали на шаг ближе к НАТО. Каким образом? Ну, мы создали межведомственную группу или комиссию, которая будет вести с Вами коммуникации. И каким образом это нас приблизило к членству? Ну, как? Ну, подведете стандарты когда-то, подведете состояние экономики когда-то, состояние демократии когда-то. И вот в этот когда-то наступит подходящий момент. Может, он действительно будет лет через 50. Если даст Бог, мы все будем существовать и сможем с Вами это, конечно, обсудить. Ну, ладно. Тут я сильно оптимистом выступил. Вы с кем-то обсудите, Анастасия. Я посмотрю в записи там где-то. Вместе с Джо и с Донни. Вот. Вот когда наступит этот исторический момент, вы так быстро интегрируетесь, как Швеция и Финляндия. Ну, потому что у вас уже все синхронизировано, он вас быстро примет. Второй вариант, да? Или не второй вариант, да? Это и другие аспекты этой публикации или монт. Говорит, Байден все-таки вот мыслит категориями какими-то неактуальными. Там, ядерная война, третья мировая. Типа, что он знает в этой жизни? Ну, как? Он примерно знает человека напротив. Потому что Байдену 80, Путину 74 или 75. Ну, короче, Си 70 и Си 70 с хвостиком. Тут как бы не сказать, что миллениалы правят миром. Ну, как бы, это, кстати, очень удручающая перспектива, когда миллениалы, не имея опыта холодной войны, не понимая, что такое ядерные риски или вообще не читая книг о Второй мировой войне, начнут принимать решения из разряда «Да не бахнет». И тот не бахнет. Ну и ладно. А если бахнет? Ну... Ну, тогда и будем разбираться. Как его? «Фоллаут» или «Фоллаут» сериал смотрели? Да. Смотрели? Ну, примерно вот так и будем жить. У всех же построены подземные бункеры. Ну, и тот, как в бой, выглядит весьма привлекательно. Ну, там, ну, как бы его что подзакапывают обычно, то раскапывают. Ну, главное же, как-то функционирует. Ну, и что? Ну, то есть, когда люди вот с подобным характером мышления, или как лучшие представители Министерства иностранных дел стран Балтии, там просто ястребы. У людей авиации своей нет. Но они решительны до невозможности. Ну, это ж от чего? Это ж недостаточного осознания риска. Польша будет за вступление в НАТО. Это я уверен. Потому что она понимает, что враг на континенте есть только один. И пока вдруг этот враг будет доходить до них, если Украина будет членом НАТО, то все остановится здесь. Полем битвы будет Украина. А если так, то, ну, Польша только за. Потому что до ее аж городов не дойдут так быстро. И на тему там ядерного оружия Польши даже Сикорский сказал, что нет, а это ерунда, такого не будет. Это как... У него хорошая метафора, кстати, получилась. Мне понравилось. Говорит, это же как почтальон, который несет конверт, в котором чек на миллиард или на миллион долларов. Он у тебя вроде в руках, но они не твои. Это примерно как история с ядерным оружием. Надо Лукашенко просто эту метафору передать. А то он тоже себя чувствует почти миллиардером. На самом деле почтальон, который несет письмо, которое ему не принадлежит. И вот с чем может ехать Владимир Александрович? Максимум, максимум, на который мы можем рассчитывать. Ну, не можем рассчитывать, а то, что вообще можно как-то поднять и попытаться как-то просунуть криво, косо и так далее. Это двухсторонние гарантии. Только не вот то, что мы там три десятками подписали, четырьмя десятками. А такие двухсторонние гарантии, которые существуют в разрезе отношений Израиля, Соединенных Штатов, Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов. Вот такого характера партнерства, который носит обязательный характер для президента и для Конгресса, потому что является частью их законодательства. И у нас, соответственно, для президента или Верховный Ран. В таком случае, да, действительно, то все, о чем президент говорил в развитии темы, связанной с планом победы, это постоянное подкрепление нашей обороноспособности, постоянная доступность для заказов и возможность принятия решений, связанных с использованием оружия, оно вот так раскрывается. Но дайте мне просто один... хотя бы один аргумент, зачем Соединенным Штатам давать нам такие гарантии. Если базовый принцип — это не вовлечение в войну с Россией, осознание того, что Россия по отношению к Украине при одном, другом, третьем, четвертом, десятом руководстве имеет особое историческое отношение или пиетет, понимание того, что есть неурегулированность, связанная с территориальными претензиями двух стран на уровне основных законов. Эта неурегулированность может привести к любому из видов столкновений, сначала партизанских, потом неконтролируемых, потом эскалационных, что оно может полыхнуть. Зачем давать гарантию? Если и так воюют, не беря на себя юридических обязательств никаких. С точки зрения человека, о котором идет речь, господине Байдене, мыслящим категориями холодной войны, подобный шаг является действием миллениала. А он на такие шаги не пойдет. Поэтому, к сожалению, мы снова в этой публикации от желаемого к сущностному или к действительности. То есть журналист пишет историю из разряда, ну мы бы тут захотели, они бы нам это предоставили. Предоставили что? Членство? Нет, приглашение. Да нахрен на приглашение? Ну типа для чего мне это приглашение? Мы бились. Я просто, ну понимаете, вот период войны, это период обострения всех проблемных моментов, которые существуют в обществе, и ложность которых, с точки зрения их экзистенции и существования, указывается в условиях, ну когда уже не место словам. Трендеж на тему НАТО-не НАТО продолжается с 2008 года. У нас политики выбирали для себя программу действия партий по избранию в 2019 году в парламент. И до этого, мы в НАТО или не в НАТО? У нас Петр Алексеевич людям обещал НАТО, НАТО записал в Конституцию, но НАТО не наступило. У нас другие, ну один кум, который Путина, Виктор Владимирович Медведчук, находится вместе с ним, признавая то, что в принципе с оппозиционером Порошенко деньги делили поровну и на общих темках. Но он находится уже там. Политическая сила, в которой он был включен, заходила в парламент по тезисам без НАТО. И первые, и вторые, причем вторые получили результат больше, чем первые. В 2019 году. Сейчас вот как бы население под эти политические силы показывало 45 на 55. Или наоборот, единства не было. Есть полное единение. Народ определился. В парламенте полный консенсус. Ни один депутат, вот не один. Ни Шуфрыч, который сейчас в местах ограничения свободы, ни Дубинский, ни из тех, которые там же. Ни те, кто в парламенте. Порошенко, в принципе, Порошенко и Юрий Анатольевич Бойко сейчас как союзники в вопросах НАТО. Все, полное единение. Все хотят в НАТО. И НАТО вроде нас хотело. Они же нам с 2008 года как бы хотели или не хотели. Так вот, что является преградой? Риск. Для кого? Для НАТО, для Соединенных Штатов. Существовал ли этот риск в 2008 году? Конечно. Его просто в тот момент озвучила Меркель. Со стороны Германии. Существовал ли этот риск в 2014 году? Конечно. Потому что Обама говорил, что не провоцируйте Россию. Когда она осуществила что? Аннексию Автономной Республики Крым. Существовало ли оно в 2019 году? Конечно. В 2022 году? Конечно. Но мы испытываем на прочность систему оценки рисков Соединенными Штатами Германии и Франции. Но это более зрелые республики с устоявшимися и элитами, и демократией, и сингтанками, и так дальше. Ну и если вдруг, конечно, такой пункт плана появится, то это будет демонстрацией того, что мы не вполне понимаем характер поведения Соединенных Штатов по отношению к Украине и их взаимоотношения с Россией. А их взаимоотношения с Россией, они будут восстановлены. Не экономически. Диалог в вопросах стратегической безопасности и асимметрические уступки на других континентах для того, чтобы попытаться хотя бы немного отдалить Россию от Китая. Попытаться это сделать. Потому что треугольник никто не отменял. И в этом треугольнике публикации из разряда... Не помню, сегодняшнее издание какое-то. И наши же все перепечатали такой заголовок красивый. «В оси зла Россия подчиняется Китаю». Сижу, думаю, хрена себе вот эти откровения. Давайте по-другому напишем, отзеркалим этот тезис. «В оси добра Япония подчиняется Соединенным Штатам». Или «В оси добра Европа не субъектна по отношению к сфере безопасности Соединенных Штатов». Для кого эти оглавления? Ну понятно, существует крупный субъект с точки зрения экономики, который помогает выживать с точки зрения экономики меньше. Но с другой стороны, ядерный потенциал России по состоянию на сегодня крупнее, чем у Китая. И Россия является страной арктической, а не Китай. А для Китая это интересно. Поэтому это не вопрос, кто сверху. Это же не личные, это не постельные отношения, извините. И то в постельных всегда компромиссы находятся в зависимости от дня, настроения и всего остального. Или степени усталости. Это вопрос взаимного баланса интереса. Принципы, которые Китай прописывает с привязкой, допустим, к его видению миропорядка, к африканским странам, отношениям с Индией и так дальше. Они просты до невозможности. Невмешательство внутренних дел. Раз. Отсутствие политических условий финансовой поддержки. Поиск взаимовыгодных совместных проектов. Но если проект невзаимовыгодный, то, что вы его не реализовываете, это не повод воевать. Они с Индией ни хрена не занимаются одним поясом, одним путем. Но декларацию ШОС подписали. А почему? Да потому что просто перечислили все страны, кроме Индии, участвующие в один пояс, один путь. И что? Это их рассорило? Это был повод продемонстрировать неконсолидацию? Нет, они просто в этом вопросе не сходятся. То же самое касается и Российской Федерации. Где-то сходятся интересы, где-то не сходятся. И говорить о том, что раз, ну и самое главное, если исходить из того, что Россия подчиняется Китаю, и тот, кто подчиняется, ведет себя так в мировой повестке, то есть воюет на территорию Украины. Так что это получается? Китай подобное поведение благословляет? Отогляет. Если да, то даст ли он России развалиться? Нет. Потому что устраивает. Пусть будет, но если существует ребенок трудный, хочет пошалить, меня это плюс-минус устраивает, пусть пошалит, но ребенок нужен. Так или иначе, трудовые руки. В разных гранях. Где-то в энергетике, где-то в обеспечении безопасности в Африке. Пусть будет, но не лишний. Я же от него не откажусь? Не откажусь. Опять же, это же и политические обязательства, которые взяты. Но нам они каким боком плюс приносят? Никаким. Но оглавление же хорошее. Кто-то кого-то подчинил. Опять вот этот символизм. Сюзеранитет, вассалитет. Господи, прости. Честное слово. Как малые дети. И это американская, и французская, и европейская пресса. И мы, которые это перепечатываем. То есть, я надеюсь, что план более проработан, нежели материалы «Лемонт». А вот тут же еще интересный момент. Откуда «Лемонт» берет этот материал, инсайт и все остальное? А может ли быть такая ситуация, что вот как раз эти публикации международной пресси «Лемонт» сейчас в частности, но и в общем тоже, это как раз таки тестирование западного общества или там, не знаю, возможно, России или еще кого-то со стороны Украины? Ну то есть, чтобы написать об этом плане, надо иметь какой-то источник там либо в офисе президента, либо в Украине, либо вблизи президента. Может ли быть такое, что офис президента специально вкидывает вот такие вот, казалось бы, а-ля парадоксальные пункты плана Зеленского, и тем самым проводит для себя вот определенный тестинг? Какая реакция, что может быть, что не может быть? Или это вот слишком уже умно? Не, а кого тестим? Ну то есть, все, что может офис затестить, ну если допускать то подобное, это уровень обсуждения в нашем информационном пространстве. Но уровень обсуждения в нашем информационном пространстве, к моему глубокому сожалению, не часто различает план победы и мирный план, не говоря о том, чтобы пункты перечислить. Наш уровень обсуждения находится в плоскости обозвать расистов расистами, причем желательно сделать это раз в 80 за полчаса, и тогда вот как бы степень серьезности диалога становится гораздо выше. А общественное настроение в Европе тестить нужно по соцэкономам. А не по геополитической роли. Люди делегируют полномочия во внешней политике своим политическим лидерам. То, что люди спрашивают у своих политиков, это состояние внутри общества. И то, что люди на уровне массового потребителя информации не всегда соотносят состояния в внешнем контуре и состояния в внутреннем контуре, это вопрос же образовательный. Если вам никогда политика была неинтересна, ну то есть у нас, что нам политика интересна? Во-первых, развлечений мало, ну было до войны, а сейчас еще меньше. Во-вторых, ну ты на это совсем не влияешь. В-третьих, ну как бы ты постоянно ищешь ответ на вопрос, почему такое говно и когда станет лучше. И вот поэтому фокус. А если в целом, мы же приезжали когда-то с вами в Европу, но вы-то сейчас можете тоже поехать, поэтому вы чувствуете. А я как бы так, ну, помню. А вы издалека. Руки помнят, знаете, а может там уже все переменилось. Ты заходишь, ты никогда не часто увидишь в ресторане вечером, что кто-то сидел новости читал. Сидит и скроллит, скроллит телеграм-канал, пытается найти, что ж там Лемонт написал. Когда в НАТО примут, к нам в НАТО, в Европу, примут еще одного члена. Типа, зачем? Есть работа. Если работа связана с частным сектором, ты работу выполнил, зарплату получил. Живи, получай удовольствие. Зачем тебе вопросы внутренней политики или внешней политики? У нас все по-другому. Мы уже выборы в Соединенных Штатах решаем. Мы уже решаем, в принципе, как будем, типа, делить мир. Мы как будем архитектуру безопасности в мире строить. Мы будем. Все будем делать мы. Поэтому, во-первых, источник Лемонт, знаете, а что не Арестович? А Арестович сказал, что это и есть как раз план. Ну, вернее, он сказал, что вот в этом и суть самого подлинного плана. Написать нереальные требования. Сказать, мы хотели, но союзники нам не помогли. Поэтому все меняется. Настя, то есть вторую часть публикации Лемонт писала со ссылкой на источник Арестовича. Но они не указали, что это было. То есть завышенные ожидания, которые закончились ничем, формирование ресентимента, кто виноват и наши союзники. Так, и какой вывод мы из этого делаем? И тем самым Зеленский будет оправдывать, почему ему пришлось пойти на территориальные уступки. Потому что плохие... Это не потому, что он так сделал, а потому что плохие союзники не дали разрешения, не взяли в НАТО, выхода нет. Нет, помощь не вовремя. И как ему это поможет? Ну, не знаю пока. С точки зрения любви населения к Владимиру Александровичу, как ему поможет оправдание союзники подвели? Ну, если смотреть по такой логике, то все должны сказать, а, ну да, вот союзники такие паразиты. Ну, ладно тогда уже, если выхода нет, давайте вот так. Но союзникам мы это, конечно, запомним. Ну, приблизительно. То есть тем союзникам, к которым мы стремимся в НАТО, в ЕС, мы им запомним, как они обещали. И вы же обещали не сами, да, Владимир Александрович, а со слов союзников вы нам обещали, да? Они вас обманули. Да. Обманули. Путин тоже, кстати, рассказывает, что его все время западные партнеры обманывали, да? Ну, как бы его общество-то понятно, как бы оно говорит, что ж ты такой недалекий, Владимир Владимирович. Целый, целый ФСБшник, а такой недалекий, что тебя все обманывают, да? Ну, у нас, как бы, ну, не ФСБшники, но и Петра Алексеевича обманывали, и Виктора Андреевича обманывали. Короче, не запад либерально-демократических ценностей, а какой-то, как бы, сплошной обманщик. Так а что ж вы, что ж вы, что ж вы, что ж, где ж, куда ж делся вся служба внешней разведки, все дипломатические службы, Министерство иностранных дел, прямые коммуникации, разговоры Петра Алексеевича в виде пранкера с этим самым, как его, с министрами иностранных дел других государств. Где же вы все были, если вы на слово верили? И вот оно, ну, вот, допустим, берем эту версию, как бы, возможность сказать, что не мы виноваты союзники, а то люди не понимают. Ну, то есть, если же хотеть кого-то в чем-то переубедить внутри общества, надо же работать с тем, что у нас есть бюджетный запрос такой-то, а нам предоставляют столько-то. Мы просим оборуживание столько-то, надо же выходить с прямым обвинением. Ну, и понимать, как бы, что дальше у тебя отношения с этими субъектами не сильно сложатся. Ну, а как ты же восстанавливать Украину будешь? За счет чьих денег? Куда ты разворот? Куда разворот страна может осуществить? Если особенно она в долгах, именно перед теми союзников. Не, решительная украинская позиция, по счетам платят только трусы, да? Да. Это хорошая позиция, она усложнит нам жизнь, потому что надо будет найти другого кредитора, к чему мы, собственно, решительно не готовы, потому что не так много таких экономик в мире, а к сложной политике мы тоже не готовы. Поэтому я вот не совсем понимаю, чем это может помочь. Только подтвердить, допустим, убеждение людей в том, что у нас недостаточно эффективные или дальновидные руководства. Ну, как бы, с тезисом, виноваты тем, можно играться по-разному. То есть, то, что написал Луценко, я не поддерживаю. Потому что Луценко пишет, примерно, я так понимаю, тоже, что и Арестович. Ну, как бы, нашли бывший генеральный прокурор и кто-то еще, журналист. Бывший советник. Ну, да, и бывший советник, ну, Алексея Николаевича, нам просто эфира не хватит. Старший офицер, офицер над офицерами, боевые выходы, психолог, актер, разведчик, методист. И, ну, в общем, методолог, футуролог, ну, в общем, и участник трехсторонней контактной группы. И, скажем, человек, который был ответственен за подготовку стамбульских соглашений. И так дальше, и тому подобное. Они примерно мыслят одинаково. Как из генерального. Ну, значит, это наша элита. Ну, раз, как бы, люди вот с таким уровнем. Я, как бы, я к тому веду, что оправдание в этой стране еще никогда не срабатывало. Признание ошибок, ну, у нас просто не было. Это будет в новинку. Если признают, может, по-новому сыграют. А вот оправдание, ну, тут просто надо выбрать точку признания ошибок. И начать где-то с Петра Зеевича. Такого момента, да. Да, из живого Виктора Андреевича. Ну, Виктора Федоровича, извинения нам не нужны, потому что он вообще нам нахрен не нужен. Ну, с его поведением, как человека, которого в свое время избрал народ Украины. Да, ну, поэтому, как бы, из живых у нас, ну, Кучма на этом фоне выделяется. Хотя за ним шлейф, как бы, еще тоже не меньше. Но в этом контексте, чему это может помочь? Политической цели переизбрания, историческому упоминанию в учебниках. Типа, воевали три года, потеряли, ну, до хрена всего потеряли, с точки зрения потенциала, людей, жизни, здоровья. Чтобы узнать, что союзники, в принципе, без соглашений союзнических, не всегда выполняют слово, данное устно. Знаете, это как история, вот я знаю, Вадим Юрьевич любит ее иногда вспоминать. Ну, а те люди, которые, скажем, более свободны в высказываниях и решительны, они ее более решительно озвучивают. Это как вопрос стамбульских договоренностей. Ну, то есть, тут не то, чтобы выдумывать надо, как бы, не совсем просто приятная информация, да. Документ, который предусматривал предоставление письменных гарантий безопасности, которые проходят через Конгресс в Соединенных Штатах, парламент Великобритании и так дальше, был отвергнут по версии Самуэля Чарапа, который ознакомился, и, по-моему, за Нью-Йорк Таймс, который публиковали проект этих соглашений. Почему? Потому что, ну, союзники не были готовы давать гарантии безопасности Украины. Они сказали, мы вам оружие дадим. Надо, можно же поддавить Путина больше. Дали, мы же еще санкции ведем. И, получается, тот, кто принимает решения в стране, коллективные, индивидуальные, говорит, «А, ну ладно, раз вы письменные гарантии не даете, ну, на слово мне по-пацански, ну, по-нормальному, по-мужски говорите, что вы выполните обещание, то, конечно, я вам поверю». Потом прошло время. Борис превратился в члена наблюдательного совета чего-то там, плюс параллельно лоббиста. Министр обороны его где-то, бог его знает где. В части стран иностранных поменяются правительства, где-то уже поменялись. Ну, в Польше поменялось правительство, да. И спросить не у кого. Сказать, так обещали. Так это же не мы, это же эти. Или так это чушь. Попоральники. Да, и теперь мы сном заходим на историю. Так, может, вы письменные дадите? Подождите, письменные не дали, пообещали устно. Устно прозвучало потом со всех утюгов. Столько-столько понадобится и так, как нужно. Теперь, извините, оружие заканчивается, денег нет. Но мы все равно с вами. Все равно с вами, решительно. Путин не должен победить. Хорошо. Давайте по-другому посмотрим на тезис. Как мы должны победить Путина? Мы не знаем, как вы должны победить Путина, потому что ваша задача его сдерживать. Ага, ваша задача его сдерживать. Хорошо. До какого момента? Ну, до того момента, пока он не откажется от своих планов по захвату Украины. Хорошо. Как мы дооккупироваться будем? Нет, подождите. Вы на сильной позиции, когда он откажется, вы должны выйти на переговоры. Хорошо. То есть, не дооккупироваться. Ну, а там как получится? Так а в чем ваш план? Ну, наш план? Продолжайте сдерживать. А для нас что из этого? Ну, как что? Демократия восторжествовала. Хотя у нас к вам есть претензии. У вас как бы централизация власти, что-то коррупция, еще что-то. Ну, как бы, ну, вы держитесь. И вот примерно, как бы, в двух словах, без сложных вещей, как бы, ну, под каждое слово можно цитаты же определенные за это время подобрать, да? У нас характеризовался, как бы, период, в котором мы сейчас находимся. И в этих условиях мы, конечно же, говорим о том, что потом тезис на тему «это не мы, это союзники нас подвели», он сработает. Хорошо, а кто тогда вам гарантию безопасности предоставлять будет, если не союзники, которым вы не поверили? Это тупик. Это будет тупик. Потому что следующий президент, который будет избран, он поедет к тем же союзникам. И портить отношения или оставлять вот нехороший шлейф, как бы, вроде тоже нехорошо. Не, возможно, мы, конечно, говорим о том, что следующая порция элит, она будет, как бы, смотреть вообще ни на восток, ни на запад. Нет, существует еще, как бы, север, ладно, нет, но юг существует, дальний восток. Но я пока таких субъектов не вижу. Не, Арестович видит всю планету, галактику, я бы сказал, да? Ну, и у меня ничего личного к нему нет, ну, просто масштаб мысли человека позволяет ему говорить об этом, да? Но из реалистических вариантов, которые описаны там в Лемонт, на тему плана победы, с которым едет Владимир Александрович, это не столько символизм плана победы, сколько вопрос о том, что в целом готовы сделать Соединенные Штаты, как мы готовы в целом провести следующий, текущий год, какие мы видим перспективы, где та точка, в которой стоит остановиться, где границы их вовлеченности в конфликт. И в целом, в целом, настроение на тему всего того, что закрутилось. Мы не сами закрутили международные саммиты мира. Без них этого бы не было. Мы, возможно, без их поддержки действительно бы прошли все-таки стамбульский процесс. Ну, потому что иначе там не так, чтобы сильно было на что опираться. Соответственно, остановить это все по одному своему валению или хотению нельзя. Понимать позицию других можно, но и нужно слышать. Поэтому никакой план не может писаться у нас и сказать, что он точно. Вот смотрите, вот мы вам его показали. Вот если штаты его утверждают, то мы побеждаем. Если не утверждают, то война так не работает, дипломатия тоже. Ну, тем более, если бы все так было просто, чего же этот план было не написать в 2022 году? План нашей победы. Соединенные Штаты. Дайте, пожалуйста, 10 подводных лодок атомного типа, стратегическим и ядерным оружием. Пришвартуйте, пожалуйста, где-то вот как бы рядышком. Прикиньте сюда 1400 ваших военнослужащих. И погнали. Нет, значит, что вынуждает к поиску другого решения? Хорошая ситуация или плохая? Наверное, не та, которая ожидалась в 2022 году. А если это так, то есть ситуация не сильно такая, что оптимистическая и положительная, потому что в положительной никого никуда убеждать не надо. Значит, это все равно поиски вариантов, альтернатив, чего-то посредине. Так, как спрашивал Закария у президента Украины. Вы деоккупировать не можете, и они оккупировать не могут. Где-то вы должны сойтись посередине. А сойтись посередине – это вопрос, более четко его артикулирует все-таки Путин. Это вопрос широкой евразийской безопасности. Без присутствия государств, которые не имеют отношения к региону. И то же самое поддерживает Китай в вопросах Азиатско-Тихоокеанского региона. Без присутствия государств, которые не имеют отношения к региону, мы тут разберемся. Поэтому, а может быть, евразийская безопасность без государств, таких как Германия, Франция, Китай, Индия обсуждаться, Средняя Азия, Казахстан в том числе? Ну как? Как? Нет. Может ли предлогом быть в том числе Украина? Конечно. Но тогда широкая рамка просто совсем другая. И мы один из элементов этой рамки. Где Абхазия и Грузия, там они как-то сами себе порешают момент. Где Приднестровье, это тоже порешают момент. Вопрос Кипра. Окей, ладно, не лезем. Тут как бы пусть греки с турками разбираются, их тема. То есть уже совсем другая картина. Возникает. Но мы смотрим же, что типа, но нас в НАТО. Ну, конечно. И карточный домик, весь который выстраивался сколько времени, просто будет признан таким, что да бог с ним, с этими принципами, правилами. Выйдет Венгрия с НАТО, вот и мы туда зайдем. А чтобы мы туда зашли, надо, чтобы не только Венгрия, а еще как бы некоторые страны вышли. Грустно. Грустно. Но надежда есть. Да, надежда есть. Мы ее не теряем. И, конечно же, я думаю, многое станет понятно после 24-25 сентября, когда будет Генассамблея ООН. Потому что именно там по заявлениям СМИ, подчеркиваю, Байден должен либо огласить разрешение, либо огласить неразрешение. И вот, соответственно, к этому мы будем хотя бы понимать, каковы настроения и приблизительно, куда мы с вами движемся. Андрей, спасибо вам большое. Давайте я прогноз сделаю, Настя. Да, давайте. Давайте отфиксируемся с вами. Да. А, как раз 25-ю я думаю, да? С трибуны Генассамблеи Байден не скажет о дальнобойном оружии ничего. Зафиксировали. Зафиксировали. Мы зафиксировали. И потом, друзья, с вами после 25-го встретимся, обязательно обсудим. Андрей Вегеринский, политический аналитик, был сегодня у нас в гостях на Политеке. Благодарю вас, что вы нас смотрите, поддерживаете, комментируете. Обязательно продолжаем в том же духе, потому что так работают алгоритмы Ютуба. И это помогает нам продвигать канал, а значит, помогает вам слышать ответы на свои вопросы. Меня зовут Анастасия Густрева. Мы с вами обязательно увидимся в следующих эфирах. Вы себя, пожалуйста, берегите. Продолжение следует...